Жаркая погода может приносить не только физический дискомфорт, но и стать серьезной угрозой для здоровья человека. В категории риска люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом. Терапевт Видновской поликлиники Юлия Сысоева рассказывает, что высокие температуры воздуха становятся частой причиной обострения этих недугов. Поэтому врач рекомендует соблюдать меры предосторожности. При выходе на улицу нужно сократить, в утренние часы рекомендуется до 10 часов, и в вечерние часы это после 16-17 часов посещения улицы. Советуют надевать как можно светлое белье из натуральных тканей, чтобы оно было свободное, не сжимало, чтобы тело не перекрывало само себя. Для комфортного самочувствия в жаркие дни жителям города необходимо исключить тяжелые физические нагрузки и избегать нахождения под прямыми солнечными лучами. 13-летний Александр Каленцев признается, что жара его не пугает. Находится на улице почти целый день, но обязательно в кепке. Главное убор нужно, чтобы не получить солнечный удар, то есть, так сказать, не выключиться по дороге и не ушибиться, если на самокате на велосипеде катаешься. Врачи отмечают, что каждый человек по-разному переносит жару. Я тяжело, вообще жару. Не надо нам жару. Надо, чтобы была нормальная температура. 22-23 градуса не будешь. Люблю жару с детства и очень люблю море, пляж. В жару в любой час могу везде ходить. Ну, просто переношу хорошо это дело. Я нормально переношу жару. Вот у нас, посмотрите, и парк рядом, и лес. Нам жаловалась бережно. И парк, и лес, и собака так же нагуливается в лесу и в парке. Все нормально. В группу риска также входят люди старшего поколения. Видновчанка Галина Панкова старается не выходить на улицу в дневные часы. Да жару как я переношу? Я приезжаю сюда на такси, поскольку хожу плохо. И там дома сяду, в такси, и здесь я пройду. В общем-то, неплохо так. Дом, кондиционер. Ну, а так, конечно, если постоянно на жаре, то, конечно, плоховато. Врач-терапевт также рассказала, как оказать первую помощь пострадавшему от солнечного удара. Пациента доставить в какое-то более прохладное помещение. И по возможности открыть одежду, поднять ножной конец кверху, для того, чтобы приток крови происходил к мозгу. Дать попить прохладной воды. Главный совет медиков – пить побольше воды, до трех литров в сутки. Но при гипертонии не более двух. От сладких, газированных и алкогольных напитков следует отказаться. Они только провоцируют жажду. В рацион необходимо включить побольше овощей и фруктов. А более плотный прием пищи перенести на раннее утро или на поздний вечер.